Приветствую вас! Давайте попробуем посмотреть на ситуацию так. Вы занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни и, в общем-то, это все правильно. Вот, всерьезно, вы молодец. Вы молодец, что действуете именно так. Вы молодец, что ведете здоровый образ жизни и заботитесь о себе. Это правильно. Но, поскольку у вас идет такая вот серьезная, жесткая, я бы даже сказал, что в некоторой степени агрессивное неприятие того, что ваша девушка иногда выпивает. Вот это, я думаю, связано с тем, почему вы изначально начали вести здоровый образ жизни. То есть, я думаю, что вас на это толкнуло определенная, ну, определенная ситуация в вашей жизни. Я думаю, что вас на это толкнули определенные обстоятельства в вашей жизни. Возможно, что-то в детстве вас травмировало вот так сильно, что вы теперь решили, например, из своей жизни полностью исключить, допустим, алкоголь и табак. То есть, у вас есть какой-то страх перед этим. И этот страх, скорее всего, пришел к вам из детства. И если вы хотите, чтобы отношения с вашей девушкой у вас сохранились, то я рекомендую вам поработать именно над... В первую очередь над ассоциациями с тем, что для вас значат алкоголь и табак. То есть, вы так сильно его избегаете. Вы так активно от него открещиваетесь, вы так активно его желаете исключить из своей жизни, что нельзя не подумать о наличии у вас некого отторжения. Казалось бы, можно вам совершенно спокойно предложить расстаться с девушкой, как бы выбрать другую, ту, которая вам нравится больше, которая больше вам подходит. Но у вас есть четкая позиция, что другая вам не нужна, хотите вы быть только с ней. И это говорит о том, что все-таки вы ее любите. Но вот не принимая в ней такую вот черту, не принимая в ней какую-то ее часть, это отношение нельзя назвать любовью. Вполне возможно, что вы и полюбили ее как противовес себе. То есть, подумайте, вот вы начали с ней встречаться, когда она даже с сигаретами баловала, когда она курила и все. И вы заставили ее бросить. То есть, она при вас бросила. И это значит, что она хочет быть лучше. Но вместе с тем это означает, что вы так вот крайне негативно отношясь к любому проявлению вредных привычек. Это значит, что вы все-таки имеете какое-то личное отношение к этому. И я предложил бы вам проанализировать ваши отношения с родителями. Я предложил бы вам свободно поассоциировать на тему табака и алкоголя. Чтобы мы с вами поняли, например, откуда идет столь негативное отношение, как именно у вас. И не является ли все ваше поведение, весь ваш образ жизни ничем иным, кроме как компенсационным поведением по борьбе с возможными негативными последствиями алкоголя и табака, которые у вас запечатлелись в определенном возрасте. Подобные эмоции, которые уцепляются человеком из прошлого, называются комплексами. И их, эти комплексы, нужно разбивать, нарушая эмоциональные связи, нарушая ассоциативные причинно-следственные связи, которые как раз таки соединяют объекты из прошлого с тем, что вы живете и с тем, что вы делаете в настоящем. Это работа, и вам эту работу нужна. Выполнить хотя бы для того, чтобы сохранить свои отношения с девушкой и не травмировать ее разрывом, и не потерять для себя любимого человека, если вы ее действительно любите. И помните, что любовь – это в первую очередь принятие человека таким, какой он есть. Если вы этого не делаете, то у девушки рано или поздно возникнет мысль, что вы ее не принимаете такой, какая она есть, а значит и не любите. И в этом контексте, что делать, уже решать вам. Вы не пишете бред, как вы выразили. Это ваши страхи. Страхи нужно осознать и прорабатывать. И тогда вы сами освободитесь и не будете себя изводить вот этими переживаниями и так далее. Ну а может быть вы решите все-таки, что девушка вам не подходит, и решите, что все-таки нужно искать другую. То есть тут уже вопрос личностного выбора, но только тогда, когда вы освободитесь от этого резко негативного отношения. Потому что резко негативное отношение – это защитная реакция. И возникает вопрос «Защитная реакция от чего?». Вот с этим и нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.